приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы немножко поговорим о вандализме в частности сосредоточимся на детском вандализме очень долго я пытался понять откуда берется тяга особенно у детей но на самом деле не только у детей но у детей особенно особенно у мальчиков вандализму зачем все ломать зачем крошить просто и разумеется больше всего меня интересовал я сам я не понимал откуда у меня набралась такая тяга все разрушать и более того знаете что получается ты как бы когда что-то разрушаешь я имею ввиду детский подростковый возраст ты соотносишь риск просто и все смысл не соотносишь то есть вопрос зачем это делать не возникает возникает вопрос поймают ли а а вот это зачем оно заменяется стойкой убежденностью надо но почему надо непонятно и я говорил в другом ролике что когда ловит какого-нибудь говнюка малолетнего и говорят зачем ты это сделал там неважно что стекло выбил поджег что-нибудь он говорит не знаю он не врет в этот момент в данный момент он честен он правда не знает но он испытывает такую тягу делать это вновь и вновь что ну как бы что бы с ним ни было он на какое-то время будет напуган но потом начнет опять разрушение всего разрушение которое я сейчас вспоминаю мне просто даже не то чтобы жаль разрушенного мне жаль разрушенного времени своего для примера я тут недавно даже вот сейчас так что-то поностальгировал с комрадом с одним с бронебойнейшим и знаете как то забылось забылось а пока вот с ним разговаривали детство вспоминали вспомнилось у меня было в жизни примерно два года до не примерно два года когда я жег костер и вы скажете ну что такого жечь костер вы не поняли я жег костер два года как это выглядело шестой класс я в шестом классе учусь с дружком мы с моим с таким закадычным находим на половину засохшие на половину не засохший полисадник такой ну как бы деревья торчат из воды и соответственно зимой встает лед на этой воде мы начинаем эти деревья ломать и жечь прямо на льду жжем 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 каждый день вот школа заканчивается часа в два в три мы приходим и как и стопники и часов до семи до восьми просто ничего больше не делаем жжем костер и вот так вот практически ну сколько лед стоял потом на берегу жгли то есть мы жгли практически весь учебный год мы сожгли весь этот полисадник я не знаю много кубов древесины сожгли и как бы мы даже не костра хотели мы хотели побыстрее сжечь полисадник у нас просто сил не хватало сжечь его разом то есть какое-то разрушение и это разрушение очень безобидное вы сейчас скажете ой аганток ты ничего не поломал не 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 это безобидное разрушение я просто его привожу в пример как самые бессмысленные самые невеселые просто однообразно жечь что вы думаете я перехожу в седьмой класс мы смещаемся немножко от этого полисадника находим другой такой же но уже на суше и жжем его весь седьмой класс то есть сколько мы этих деревьев пожгли страшно подумать но самое главное бессмысленность полная полная полнейшая и практически норма знаете как на работе план такой вот сколько-то деревьев сегодня сожжем их считали даже потом раз толстые дерево его не завалишь руками что делать топора у нас не было можно был топор как у самодельных как тяпка можно тяпка его тя под дня-два срубишь в итоге можно три там так вот можно разжечь под ним костер под этим деревом и жечь его тоже два-три дня оно перегорает в конечном счете падает вот она падает поднять его нельзя она толстая разжигаешь костер посередки оно перегорает там но и складываешь его и так далее конечно же это нас горает вот такая вот была потом было много чего намного более скажем так экстремального но самое главное глобальной пользы от этого не было то есть но вандализм он есть вандализм если там металл таскать цветной ты что-то с этого получишь если ты сбиваешь лампу из рогатки на фонаре раньше такие лампы были сейчас их нету сейчас не собьешь сейчас анти дебил там этот антивандал система то есть из рогатки не прострелишь фонарь а раньше такие белые были как колбы сбивалась хорошо денег то ты с этого не получишь так вот я задавался вопросом почему все таки склонность вот этого у ребенка появляется к вандализму это первое и второе почему она больше все таки появляется у мальчиков раньше я это объяснял какими-то гормонами там мужскими как лица воинственность и так далее но судя по всему нет на самом деле этот вандализм появляется даже у ботаников то есть мужских гормонов там сильно воинствующих но как-то не наблюдается у человека а тем не менее крошить он хочет я понял друзья наконец-то я понял откуда берется вандализм он напрямую связан с пониманием смертности в 4 года я осознал что я умру в 5 наверное уже появился первый вандализм мелкий пугливый но тем не менее так вот он напрямую связан действительно с осознанием смертности то есть мальчика не устраивает что есть смерть в жизни причем в самом широком смысле что он умрет что умрут люди близкие что умрут животные например любимые это жутко не устраивает смерть действительно не естественно для этой жизни действительно для человека не естественно и как некое следствие греховности вошла в мир поэтому человек не может смириться и по сути вандализм я понял до конца что это это претензия богу мне не нравится такой мир я смотрю на этот мир я вижу в нем смертность и мне хочется громить этот мир я не могу принять этот мир это первое второе детская жестокость это тот же вандализм но уже касающийся там не знаю каких-нибудь кузнечиков муравьев то есть это убийство попросту причем такие многочисленные ну до чего дотянуться можешь человека же не грохнешь вот а здесь безнаказанное убийство там животного мира опять же тех же деревьев были у нас еще развлечения пилить дерево дерево пилить я не знаю у меня за спиной таких толстых деревьев то и нету находили вот такое дерево здоровое толстый пилили его два дня ножовка говеная была вот пилили пилили день отпилишь кровавые мозоли на руках пол дерева пропилена второй пилишь уже там через боль пилишь пилишь и слушаешь и вот такой начинается так тихо-тихо там тык 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 все уматывай через пять минут она упадет потом будет громче так тык 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 она упадает вот чтобы никто не заметил можно умотать она упадет только через пять минут вот зачем нужно убивать дерево потому что смертность потому что не устраивает мир это уже прямой вызов богу когда грамишь что-то рукотворное это вызов людям потому что опять же мир лжив поганин воды смертен в том числе когда грамишь не рукотворное это вызов богу единственное что в таком возрасте можешь путать ну что как бы это рукотворное это не от бога то есть такого разграничения нету то есть кидая вызов богу грубо говоря можешь погромить и рукотворное потому что рукотворное что это это творение творения это творение человека ну как бы опосредованное творение дерево это непосредственное творение а стол вот этот это опосредованное творение начинаешь это громить так вот много меня спрашивали каким образом воспитывать там сына дочь и вот сейчас скажу про сына каким образом по крайней мере избежать очень многих гадостей о которых потом человек будет жалеть уже во взрослом возрасте причем мерзопакостнейших вещей в случае с сыном приводите к вере приводите к вере и не просто там сын давай в церковь ходить ну вот часто будешь участвовать в таинствах вот ты участвуешь в таинствах ты сын воцерковлен чё он понял в 5 лет вы чё с ума сошли вот это конечно все нужно но это на вырост что вы должны объяснять вы ему должны в первую очередь объяснять смертность смысл смерти если сами понимаете смысл смерти бессмертия души и так далее то есть насколько можете вы ему должны объяснять сглаживать но сглаживать опять же не то что там труп лежит а то нет как бы дети на самом деле понимают больше среднего идиота вот если вы будете как идиот с ним разговаривать но он поймет что вы всего лишь идиот а смертность никуда не девалась средний ребенок больше среднего идиота понимает поэтому вы должны ну насколько возможно мягко но в то же время и реалистично объяснять смертность сейчас наоборот делается очень много вещей чтобы этого не было ребенка инкапсулировать от темы смертности много на форумах на бабских читал что там не брать на похороны и так далее а то он увидит и травмирует свою неокрепшую детскую психику вот вот это вот ну наоборот то есть то что надо делать с точностью да наоборот вы должны показывать объяснять может быть смягчать углы но тем не менее это делать потому что обида появляется на всю жизнь и человек действительно начинает зашквариваться начинает делать дикие вещи а почему это у мальчиков проявлено но друзья тут как бы не хочу никого там обидеть оскорбить разжечь что-то но много вы знали философов женщин древняя философия античная посмотрите средневековой философии много женщин философов хотя бы ну возьмите там тема смерти в философии и посмотрите античности там классической немецкой философии русской религиозной философии да неважно французской философии тема смерти к примеру много вы узнаете вот увидите женщины писали в средние века теме смерти ну а тема жизни а тема времени бытия смысла бытия но любую тему философскую возьмите много вы женщин философов найдете вот поэтому ну судя по всему все-таки у женщин другие задачи а такие вещи эпохальные предстоит осмыслять мужчине мужчина во многих языках именно мужчина и человек это одно и то же слово а для слова женщина другое слово употребляется мэн английская мужчина и мэн человек но при этом woman другое слово абсолютно и так во многих и если брать библейскую традицию то лучше человеку не касаться женщине по моему женщины и так далее то есть там мужчина всегда называется человеком там где по контексту идет мужчина там слово человек стоит а женщина это женщина вот поэтому вот такие вот разграничения мы не говорим хорошо это или плохо но это так исторически это так и поэтому судя по всему эти вопросы осмысляет мужчина а так как мальчик имеет очень маленький инструментарий для их осмысления то он их осмысляет вот таким девиантным способом увы и здесь конечно вопрос к отцу прямой вопрос во первых к отцу который выбрал непонятную тетку в результате чего он не может воспитывать своего сына сейчас это самый актуальный вопрос и второй вопрос если все-таки он может воспитывать что он этим не занимается здесь наиболее как бы основная причина ну сам ни хрена не знает говорить о смертности там о вере а он знает ну хотя бы примерно какие-то моменты короче говоря вот это очень серьезный такой вклад в воспитание сына чтобы он ну как максимум не стал уродом откровенным и как минимум всю жизнь потом не сожалел при том что это будет лучше что он может делать сожалеть не смысле не то плохо что он сожалеет это хорошо что он сожалеет то плохо что у него слишком много оснований сожалеть ну вот собственно такие соображения вот